В Меленковском районе обнаружили свежие следы волка. Опасный хищник завелся на территории Первомайского охотоучастка. Несмотря на глубокий рыхлый снег, местные охотники сразу организовали в лесу оклад, организованный загон животного. Первоначально сделали обход, вычислили, где находится зверь, а затем рассчитали длину и размер красных влажков, от которых исходит запах человека. Волк, будучи осторожным зверем, не должен пройти через ограждение, а пойдет вдоль. Это охотникам и нужно, ведь если волк наберется храбрости и пройдет через флажки, то поймать его будет сложнее. Как сообщает госохотоинспекция области, только за осень текущего года в Меленковском районе были найдены три волка. За уходящий год в регионе был обновлен асфальт в девяти населенных пунктах. Владимир, Камешков, Лакинск, Радужный, Собинка, Судогода, Суздаль, Ставрово и Юрьевпольский. Теперь, благодаря ремонту 900-метрового участка Судогодского шоссе подъезд к загородному парку стал удобным. Кроме того, во Владимире отремонтировали участок на вокзальной улице, по которой проезжает общественный транспорт и которая является основным путем к новогодней ярмарке на Георгиевской улице. В Суздале же ремонт моста на реке Мжары на улице Ленина протяженностью 135 метров имеет особое значение, ведь именно этот мост является основным путем в древний город, который в этом году станет новогодней столицей России. Бывшего губернатора области Светлану Орлову наградили за заслуги перед Отечеством. Указ о награждении Владимир Путин подписал 21 декабря, и теперь Орлова является обладателем Ордена Третьей степени за большой вклад в укрепление государственного финансового контроля и многолетнюю добросовестную работу. К слову, эта награда стала для нее пятым государственным награждением. Напомним, Светлана Орлова была губернатором области пять лет и не хотела на этом останавливаться, но проиграв губернаторские выборы в 2018 году представителю от ЛДПР Владимиру Сипягину стала аудитором Счетной палаты России.